Вы же тренировались тоже, я так понимаю. Вы тренировались же? Я вот начал заниматься после 0 года. Только начали заниматься? Вы выглядите, для новичка выглядите серьезно. У меня брюка, цель. Брюка, ладно, но плечи, все как надо. У меня отец спортом занимался. У тебя генетика хорошая, ты быстро прогрессируешь. Или генетика не важна, Александр, для бодибельца? Ну почему генетика? Конечно важна. Я когда начал убирать вес резко, до 110 дошел, мне тоже говорили, что займись, займись. Ну теперь занялись, все будет нормально. И как бы я сейчас тоже вам. Главное, нужно русло, чтобы кто-нибудь направил. Сейчас направят. Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр Невский. Много-много лет я уже читаю вечернюю Москву. Когда нахожусь в Лос-Анджелесе, я скучаю по вечерней Москве и захожу на ваш сайт. Поэтому мне очень приятно здесь, на сайте вечерней Москвы, приветствовать вас, призывать вас заниматься спортом, верить в себя, любить своих близких и каждый день, несмотря ни на что, двигаться вперед к поставленной цели. Ну а я и мои друзья, мои коллеги, культуристы Всемирной Федерации Бодибилдинга здесь, в Айронблоге, будут давать советы о том, как стать крепким, уверенным в себе. Всем привет, я Илья Лобниц, и вы смотрите Айронблог. Сегодня мы пообщаемся с Александром Невским, трехкратным чемпионом Мистера Вселенной. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ну, прежде чем переходить к спортивным титулам, могли бы мы поговорить вообще, с чего началось ваш спортивный путь? То есть я знаю, что вы спортом начали заниматься только в девятом классе, да? Ну, спортом я пытался заниматься и раньше, другое дело, что, когда меня дали в секцию баскетбола, в ЦСКА, это был пятый класс, потому что я достаточно быстро вытянулся. К сожалению, мне не очень там повезло с тренером. Мой тренер занимался тем, что у него были любимчики, были те ребята, которых он не очень любил и держал на скамейке запасных. Поэтому любви к спорту меня совершенно не привел. А так, ну, мне нравилось читать книжки, мне нравилось читать романтическую литературу, мне нравилось читать стихи, мне нравилось читать какую-то приключенческую литературу. Мама постоянно подкладывала мне подобные книги. И на спорт, ну, не то, что у меня времени осталось, но как-то не было особого интереса. Да, но в восьмом классе ситуация полностью изменилась по двум причинам. С одной стороны, на выпускных экзаменах в восьмом классе, тогда мы учились 10 лет, а не 11, как сейчас, я вообще с грустью наблюдал, как девочки наши из нашего класса с восторгом наблюдают на крепышей, которые не читали никаких стихов или приключенческих книг, но зато подтягиваются 10-12 раз на турнике. А также, я первый раз столкнулся с такой вот уличной шпаной как раз в то же самое время примерно, когда я был в восьмом классе, ко мне было где-то лет 14. И не могу вам сказать, что меня кто-то там сильно обидел или побил, или еще что-то. Нет, но вот само вот это чувство незащищенности, оно мне очень не понравилось. Я решила, что надо менять ситуацию. Я пошел заниматься боксом, и попал к замечательному тренеру Вадиму Латышенко. В тот момент мой отец преподавал в Институте управления имени Сергея Орджоникидзе. И как тогда говорили по блату, меня еще школьника взяли в студенческую секцию бокса. Я начал заниматься, я влюбился в бокс, совершенно искренне. Ребята были замечательные, они все были старше меня. Не тяжело было как бы с более старшими, более тяжелыми ребятами? Тяжело было, я помню, в первый день, когда пошли играть в баскетбол. Потому что баскетбол у боксеров, он немножко отличается от того баскетбола, которым я пытался заниматься в ЦСКА. Наверное, потому что баскетбол у боксеров это регби. Или жесткий, да? Жесткий, конечно. В баскетбол играют на разминке. И да, там ребята практически мной играли в баскетбол в тот момент. Сколько вы висели? На тот момент я уже был достаточно высокий мальчуган, у меня был под 190 рост. Весил я меньше 60 кг. Я был очень худым, очень худым. Тем не менее, я влюбился в бокс, я начал заниматься боксом. Я начал после первой тренировки оставаться на вторую тренировку со следующей группой студентов. И ребята увидели достаточно быстро, что мне это нравится. И начали тоже меня учить и боксировать. И через несколько месяцев, к ужасу всех наших хулиганов местных, я уже там разбивал им всем носы. Также разбивал носы и тем, кто матерился перед нашими девочками. Девочек наших всех защищал с удовольствием. И что хочу вам сказать? Хочу вам сказать, что вот те первые, мои самые первые успехи, когда я почувствовал уверенность в себе, когда я почувствовал, что можно изменить свою жизнь, можно научиться постоять за себя. Это все было важно и здорово. И дальше. Я открыл из себя бодибилдинг. Потому что летом 86-го года на Московском кинофестивале мама достала мне каким-то образом билет на неконкурсный показ фильма «Конан Разрушитель» со мной. Шварценеггер. Да. И я просто был в шоке. Я сидел, смотрел на экран. Я увидел то, чем я хочу заниматься. Фильм был такой полудетский «Конан Разрушитель». Первый фильм «Конан Варвар» был такой жесткий, кровавый фильм. А второй фильм «Конан Разрушитель» был снят таким больше для детской аудитории. Но там кто-то смеялся, кто-то еще что-то. Но я сидел, просто не мог оторвать взгляды от Шварценеггера. Представляете увидеть Шварценеггера на огромном экране. Он был в пиковой совершенно форме. Муда было примерно столько же лет, сколько мне сейчас. В 80-й год, да? Это был 86-й год. А фильм был снят в 84-м. Фильм был снят в 84-м. Как раз после последнего приза «Мистера Олимпиона». Через несколько лет, да. Последний раз «Олимпион» выиграл в 80-м году. Поэтому, вернувшись домой с кинопоказа, я забрал, вообще выпросил у отца две гантели. Одна была 4 кг, одна была 6 кг. И начал заниматься. Начал отжиматься. С разным весом. Ну, сначала я не мог поднять 6 кг. Я сначала поднимал 4 кг, потом поднимал 6 кг. Я не верю, что вы не могли поднять 6 кг. Тогда это было достаточно тяжело. Достаточно тяжело. Тем не менее, прозанимавшись летние каникулы, когда я пришел в 9-й класс, у меня уже бицепсы. Я померил бицепсы, тут уже, естественно, начал заниматься. У меня были 26 см в обходе. Через 3 месяца и у меня были уже 28 см. Ничего себе. И для окружающих это было очень незаметно. Я как был худеньким, так, собственно, я и оставался. Но я-то понял, что если у меня бицепсы выросли на 20 см, они могут выросли на 20 см. И я начал заниматься. Поэтому вот то время, то волшебное время, 85-86 год, когда я уже был не ребенок, но еще не был взрослым, вот я считаю самым главным в моем становлении. Всегда, когда встречаюсь с молодыми ребятами, что вы знаете, сейчас я являюсь советником губернатора Тульской области по спорту, и свободное время между Калифорнией и Москвой еще провожу и в Туле. Когда встречаюсь с молодыми мальчишками, я всегда говорю, что, ребята, я был такой худенький, у меня не было ни мускулов, ни денег, ни связей, ничего. Тем не менее, если получилось у меня, может получиться у любого из вас. Ничего себе поразительного. С таким весом у вас максимально сколько было 150, да? У меня будет 147. Но я как много выезжал. Мне 120 жить тяжело, я не представляю, как люди весят по 150 кг. У меня был товарищ в 90-е годы. Саша Колобок был такой. Вот он был такой, неофициальный, даже не проводились пожилом лежа. Вот он жал какой-то момент, почему он жал вот так вот. Жал по 240. Таким хватом? Да-да-да. Я жал максимум 225 лет. Представляете, у меня тоже никогда ноги не получалось, потому что у меня тоже самое. У меня всегда были проблемы с коленями. Ну, ноги длинные тоже. Но тяга, мне всегда нравилась тяга. Вот тяга, правда, с этими самыми, там, с лямками, я делал 320. В общем, так мне это нравилось. А в Америке, я потом себе сорвал, порвал спину здесь на тяге. Совершенно смешной тяга. 27, 28. Всю жизнь, вот я с детства, я как начал делать с этими гантельками, это было любимое мое упражнение делать там. Просто вот как конфету съесть, как бицепсы качать. Поэтому тоже надо всегда быть аккуратным, конечно. Давайте я подпишу. Я стану в унии. Я? По двум сторонам. Так, а по поводу соревнований интересует. То есть, как получилось так, что вы решили принять все-таки участие в соревнованиях по бодибилдингу? Вы знаете... Какие ощущения были, то есть, когда первый раз выступили? Вы знаете, в отличие от многих моих друзей, многих моих коллег, я не сразу пришел в соревнования по бодибилдингу. Дело в том, что в 80-е годы бодибилдинг вообще еще только-только был признан в Советском Союзе. Он таким был полу-нелегальным. Конечно. В 90-е годы, когда он вышел из-под поля... Причем сказать, что к 93-му году, начав заниматься 86-м, к 93-му году я уже весил 120 килограммов. У меня бицепсы были там под 54 сантиметра. Ничего себе. При том, что мой рост был 198 сантиметров. И первый раз тогда я подумал о том, что нужно попробовать и повторять путь Шварценеггера, ехать на конкурс Мистер Вселенной или на конкурс Мистер Европы или еще что-то. Другое дело, что на тот момент это настолько далеко было от меня и непонятно. И я на всю жизнь запомнил встречу, мою первую встречу с функционерами от бодибилдинга, которые тогда занимались отбором команды на Мистер Вселенной в те годы. Я видел этих людей и настолько ясно понял для себя, что люди совершенно не планируют ни раскручивать атлетов, не поддерживать атлетов, ни заниматься раскруткой бодибилдинга в России. Именно бодибилдинг. Конечно. И я понял, что если я хочу добиться успеха, я должен все сделать сам. Поэтому моя соревновательная карьера в 90-м году не состоялась. Я не стал этим заниматься, я занимался бодибилдингом для себя. И в большей степени начал заниматься именно промоушеном бодибилдингом. Кроме этого я тренировался, продолжал тренироваться в институте управления, занимался боксом и кикбоксингом. Потому что мой тренер Вадим Алтышенко стал пионером кикбоксинга в России. Он стал студием международной категории по кикбоксингу. Он был одним из видных деятелей Лиги КИТЭК, профессиональной лиги кикбоксинга. Я там тоже занимался. У него какое-то время. Поэтому то время я потратил именно на построение себя уже как личности. Я закончил институт управления. Я получил высшее образование. Я стал выступать в средствах массовой информации. Я знаю, у вас сейчас даже два высшего образования. Сейчас, да. Но тогда я еще жил в России. Позднее я переехал в Соединенные Штаты Америки. И там я учился уже в Калифорнийском университете в UCLA. После этого учился в театральном студии имени Ли Страсберга. Уже образование у меня. Век живи, век учись. Это точно совершенно. И тут нужно сказать всем вашим зрителям и вашим читателям, что никогда не нужно стесняться учиться. Не нужно стесняться. Потому что каждый из нас в чем-то новичок. Каждый из нас в какой-то момент чувствует себя где-то неуверенно. Это не значит, что нужно оставаться, так сказать, и останавливаться на достигнутом. Нужно учиться. Нужно двигаться вперед. Есть китайская народная мудрость на эту тему. Спросить то, что ты не знаешь, стыд одной минуты. Не спросить то, что ты не знаешь, стыд всей жизни. Так и есть. А мне, например, мой дедушка всегда повторял еще проще истинную российскую. Язык до Киева доведет. Говорил мне мой дедушка. И он был прав, потому что меня язык довел до Лос-Анджелеса. Правда там пришлось учить английский язык. Другой язык. Русский язык, да. Русский язык водил меня здесь. Ну, если говорить серьезно. К концу 90-х годов я уже являлся автором сотен статей. Причем я выступал в центральной прессе. Не только в таких газетах, как «Спорт Экспресс» или «Советский спорт». Мои статьи публиковались в «Московском самолете» в «Аргументах и фактах» и «Возвестиях». Я был во всех телепрограммах. Причем не только в «Д-16 и старших», где я записывал комплексы упражнений для ребят. Но, к примеру, в таких программах, как «Человек и закон», где уже тогда я призывал не принимать анаболики, и судить тех людей, которые продают анаболики, уже тогда. Вот. Поэтому единственное, чего не было в моей жизни на тот момент, ну, двух вещей не было. Естественно, не было титулами «Вселенная», а также не было кино. Потому что в 90-е годы кинобизнеса в России не существовало. Он развалился, к сожалению. И кинотеатры были закрыты. Ну, вы тогда были ребенком, но если вы помните, в кинотеатрах тогда были мебельные салоны или там автосалоны. Так и есть. Кино все смотрели на пиратском. Видео еще как. С кассетой на кассету переписывали. Так и есть. Абсолютно. Поэтому я не понимал, куда двигаться дальше. Здесь чем? В 99-м году я и переехал в Калифорнию, где я поступил в калифорнийский университет UCLA. И начал учиться. И началась моя следующая страница в моей биографии. Но я не поменял гражданство. У меня российский паспорт, российское гражданство. Это было мое. А вы не планируете? Я не сделал это тогда, я не планирую это делать сейчас. И политикой в дальнейшем в России будете заниматься? Для меня политика… Вы губернатора Калифорнии, нет? Нет. Ну, губернатор Калифорнии. А то Шварценеггер освободил пост уже. Сейчас после этого не занят. Там сейчас другой губернатор. Если говорить серьезно… Да нет. Для меня политика – это пропаганда здорового образа жизни. Пропаганда здорового образа жизни. Кажется, все, сын, с такими знаменитостями. Мы скоро будем снимать вообще кино здесь. Потому что я вас видят. Что на съемке? Интересно. Очень. Как называться? Мы будем две недели снимать в Москве. Такой нескромный вопрос. Как все-таки простому спортсмену, пускай фанату своего дела, которые с головой отдаются, удалось все-таки накопить денег, заработать, чтобы перебраться в Штаты, чтобы там начать развиваться дальше? Ну, как я вам рассказал, в 90-е годы я писал статьи. У меня вышли четыре книги. А, то есть… Конечно. Я выступал, я выступал в массе центральных телепрограмм. Я участвовал в производстве спортивного журнала. Я рекламировал спортивное питание. То есть я всеми силами старался законно и легально зарабатывать. Конечно. Конечно. Сейчас у вас нет никакого контракта с производительным спортивным питанием? Нет. Сейчас мне это не нужно. Сейчас я зарабатываю с того, что снимаюсь в Голливудском кино, а также продюсирую в Голливудском кино. Говорят два слова про миссер вселенной. Когда? В 2010 году. Много-много лет спустя. Я был в Москве. И в Москве была премьера одной из моих картин. «Мэджик Мэн». Здесь она называлась «Убийство в Вегасе». На премьеру. Приехал президент Семейной Федерации Кодипилдинга. Эдмундес Дау Баррес. Эдмундес – совершенно легендарный человек. Потому что он был одним из пионеров культуризма Советского Союза. В 60-80-е годы культуризм был запрещен. Единственные чемпионаты, которые проводились, они проводились в Литве. И проводил их Эдмундес. Это был такой неофициальный чемпионат Советского Союза. И позднее именно Эдмундес стал вице-президентом Федерации НАДБА, который проводит конкурс «Мистер Вселенной» много-много лет в Англии. Именно тот конкурс, где побеждал Шварценеггер, Истив Ривз и остальные культуристы. И Эдмундес стал первым выходцем из стран Советского Союза, занявшим такой пост. И когда где-то 15 лет назад из НАБА вышла Всемирная Федерация Фитнеса и Всемирная Федерация Бодибилдинга, именно Эдмундес стал президентом этих федераций. И конкурс «Мистер Вселенной поэзии» и Всемирной Федерации Бодибилдинга сейчас считается одним из самых престижных титлов культуризма. Так вот, когда Эдмундес принял мое приглашение и был гостем на моей премьере в Москве в 2010 году, это был июль 2010 года, неожиданно после премьеры он пошел ко мне и сказал, «Александр, у меня тоже для вас небольшой подарок». И он достал официальное письмо от Всемирной Федерации Бодибилдинга, где я приглашался, это было приглашение мне на конкурс «Мистер Вселенной 2010». Юбилейный конкурс, потому что «Мистер Вселенной» проводился к тому моменту 60 раз, это был 60-й год. Почетный такой. Конечно. И для меня это было просто возвращение к детской мечте, серьезно. И вы имеете право выступать на конкурс «Мистер Вселенной», если вы прошли через целое горнило соревнований, выиграли чемпионат своей страны, чемпионат Европы, чемпионат мира. А в области еще что-то? Конечно. Либо, если у вас есть личное приглашение президента Федерации Бодибилдинга. И именно это приглашение я получил в подарок на мою премьеру. У меня было порядка шести месяцев, чтобы подготовиться к соревнованиям. Многие мои товарищи, особенно мои товарищи из Голливуда, говорили, что «Зачем тебе это нужно?» Я уже вполне состоялся как актер и как продюсер, что лучше занимаюсь этими делами. Но я подумал для себя, что в любом случае, в любом случае выйти на помост с лучшими культуристами Всемирной Федерации Бодибилдинга, я вернусь в свои детские мечты. И так и получилось. Когда мне удалось получить этот титул, весь тот шум, который поднялся после того, как я выиграл «Мистер Сильяна» 1960 года, по всему миру мне удалось привлечь снова внимание к бодибилдингу. Потому что вообще про бодибилдинг пишут очень мало. И большой молодец, что начали этим заниматься на сайте «Вечая масса». Конечно, потому что бодибилдинг – это замечательная штука. Действительно может изменить жизнь любого человека. Я могу только надеяться, что мое возвращение в бодибилдинг, оно привлекло еще больше позитивного внимания в центральных средствах массовой информации к этому виду спорта. Поэтому в 2010-м я выиграл это шоу первый раз. В 2011-м конкурс проходил в Австрии на родине Арнольда Шурценеггера. И со мной поехала в Вене. Со мной вместе туда поехала мама. Для меня было большой честью, когда я выиграл этот конкурс. И на следующий день мы поехали в дом Арнольда Шурценеггера в Талле. Городок Таль, где когда-то рос маленький Арнольд. И я попался вместе с моей мамой. Нас там встречали друзья Арнольда и показывали эти все места. Именно мама много-много лет назад. Конечно. Потому что именно мама говорила мне, что я могу добиться всего чего хочу. Именно мама говорила мне, что не нужно обращать внимание, что я худенький или еще что-то, что я могу сделать все что угодно. Поэтому для меня попасть туда с мамой было здорово. И в прошлом году, в 2012-м году, когда я выиграл конкурс, третий раз. Люк, ты вообще соревнуешься? Куда мне соревноваться-то, господи? Советы у мистера Вселенной просить. Да и Илюша, я думаю, сам может советы давать. Пожему Лешу однозначно. Ну только если лежать Лешу. Остальное все брюхо мешает и это. А как, то есть просто вы набрали вес большой? Да. До 120 килограмм разъелся. У меня роста относительно вашего невысокий, метр 85. Так, давайте, наверное, Александрович, представим. Давайте представим. Сегодня мы пригласили, вернее, как мы сами приехали в гости к Александру. И с собой пригласили другого Александра. Александр Строгалев, да? Да. Зайдите в кадр. Да, конечно. Выставите, чтобы было видно Александра. Александра. Тогда Илюша у нас из кадра выходит. А вот, нормально. Александр, он фанат Александра Невского. Он написал к нам в редакцию письмо, в котором попросил как раз записать вот это самое видеоинтервью. И написал целое сочинение о том, как Александр Невский его смотивировал, чтобы заняться спортом. Расскажи, Саша, подробнее про это. Сколько вам полных лет, Саша? Мне 18 лет, учусь в Московском университете технологии управления, живу в общежитии. И узнал от знакомых, что проводится этот конкурс в газете. Принял там участие и... И победил. Каждую мою публикацию, да, заметили и пообещали, что если получится встреча, и эта встреча будет организована, то меня пригласят. Видите, у вас не отманули? Буквально вчера вечером мне позвонили. Ага. С удовольствием все дела отбросились сами по себе, и вот я приехал к вам. Спасибо большое. Спасибо. Вы тренируетесь? Ну, я... Судя по мускулатуре побольше. Тренируете? Я только начинаю, но пользуюсь вашими советами, такими-то рекомендациями по поводу питания, спортивного питания. Ну, у тебя цель тренировок какая? Цель? Тренировок, конечно. Ну, и мышцы на мускулатуру. Да, конечно, нарастить мускулатуру. Ну, тогда у тебя есть уникальная возможность спросить у профессионала, который скажет тебе достойный совет, который подходит за экономией. Я стесняюсь за эти вопросы, которые уже задавали вам, наверное, не один десятый раз. Не стесняюсь. Ну, что? Конечно. Это будет интересно читать, Антон? Да, конечно. Есть соблазн. В стероиде все это может быть не так честно, но как это вообще на здоровье влияет? Могли бы? Видите ли? Стоит или не стоит? Видите ли? Анболические стероиды... Я просто расскажу в словах вашим читателям и зрителям. Я повторю то, что я должен в интервью для газеты. Анболические стероиды, чтобы вы для себя понимали, Саша, это искусственные мужские гормоны, да? Которые выпускают в таблетках и в ампулах и крайне редко применяют в медицине по той причине, что до конца не изучены побочные эффекты. Побочные эффекты там от облысения до рака на самом деле. Применяют это в медицине тогда, когда совсем тяжело больные люди восстанавливаются после тяжелых операций, не дай бог, после онкологических заболеваний, да? Когда здоровый человек, младой человек начинает принимать это. Естественно, вначале мускулатура растет, потому что человек добавляет себе тестостерон и естественно мускулатура растет. Два момента. Значит, первый момент, о котором я уже сказал, что начинается эксперимент в собственном теле. И этот эксперимент может привести к тому, что вы можете потерять здоровье. Причем так же потерять жизнь на самом деле. И масса, к сожалению, большого сейчас примеров уже в мире профессионального культуризма, которые доказывают мои слова. И второй момент, что начав заниматься символическими стероидами, еще такая штука, как эффект привыкания. То есть, если, я к примеру, я и не знал… На этой независимости никак никто не относится, только привыкание. Я вам объясню. То есть, мышцы, которые начали расти и под химию, да? Дальше вы перестали химию принимать, мышцы у вас спали. И чтобы вернуть себе даже те объемы, которые были, вы должны принимать больше этой самой химии. То есть, люди, которые начинают тренироваться сразу, так сказать, начинают экспериментировать с анаболиками, мало того, что они теряют здоровье, они еще теряют любую возможность накачивать эти мускулы без анаболиков дальше. И просто неинтересно. Понимаете? Ну, как? Ну, они качаются просто так, у них ничего не получается. У них растут мышцы только под химию. Поэтому, я что вам хочу сказать. Вы знаете, как наши, там, папы, там, мамы, дедушки, когда вот в их времена кто-то курил, ходили случаи, что курение вредно, да? Ну, точно не знали. Ну, вроде, да, и это вроде модно, там, и нормально. Сейчас я понимаю, что от курения погибают люди, что курение убивают. Все это знают уже, да? То же самое. Сейчас все знают во всем мире, что анаболики приводят к смерти. Анаболики во всем мире запрещены и приравнены к наркотикам. Там, в тех же арабских эмираторах, там, отрубают голову за, там, их продажи и прочее. Но... А вот, допустим, пептиды, которые легальными сейчас являются? Нет, совсем другое дело. Мы говорим про спортивное питание. Это другое дело. Мы сейчас поговорим про это. Просто заканчивая тему про химию. Те люди, которые продают анаболики в спортивных залах или еще что-то, они знают про все эти побочные эффекты и прочее. Они знают. Они просто вам об этом не говорят, потому что не хотят, чтобы вы покупали у них эти вещи. Да? И совершенно искренне хочу вам сказать, что я там химию не принимал никогда. Только по этой причине мне 41 год. По этой причине я выгляжу так, как я выгляжу. Да? У меня всегда была цель иметь мое здоровье. Потому что смысл не в том, чтобы в какой-то момент иметь огромные мускулы. Поверьте, вам сейчас 18 лет. Но, поверьте, и через 10, и через 20 лет вы тоже захотите себя хорошо чувствовать. Да? Слава, дорогой, присаживайся. 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 Видите, как у меня бурно день проходит. Все в порядке. Все нормально. Самое главное – это сохранение здоровья. Очень много вопросов, которые хотел бы спросить. Я на все это отвечу. Я обязательно подарю вам мою книгу. Новую книгу. Энциклопедия фитнеса и физической культуры. Которая только что вышла. В трех томах. В которой вы найдете ответы на все вопросы. И по культуризму, и по фитнесу, и по здоровью жизни. Просто для себя. Я хочу, чтобы вы знаете, какой вы его сделали. Дело не в том, что я сильно учу вас чему-то, или гружу вас как-то. Нет. Тут все очень просто. Это ваши мышцы. Это ваше здоровье. Это ваше решение. Вы взрослый человек. Просто на вашем месте я не принимал бы химию. На вашем месте я продолжал бы делать то, что вы делаете. Я получал бы образование. Я тренировался бы. Я знал, что моя жизнь изменится. Я меняю свою жизнь. Видите, вы приехали из другого города. Вы не останавливаетесь перед трудностями. Вы живете в общежитии. Вы учитесь. Вы тренируетесь. Это значит, что вы двигаетесь вперед. Как я вам рассказал. У меня был момент, когда он продолжался достаточно долго. Там я никто не знал. Мне никто не помогал. Кроме моей мамы. Никто в меня не верил. Кроме моей мамы. У меня не было никаких денег. Мои мускулы росли очень медленно. Потому что у меня длинные руки и длинные ноги. У вас рост высокий. Конечно. Конечно. Тем не менее. Это совершенно не остановило меня от того, чтобы жить моей мечтой сейчас. Иметь возможность общаться с Арнольдом Шурценеггером. Иметь возможность сниматься в голливудском кино. Иметь возможность тренироваться и чувствовать себя великолепно. Иметь возможность вступать в средства массовой информации, прокомментировать спорт или писать новые книги. Поэтому и вы должны для себя жестко вот это решить. Что никто не остановит вас от ваших целей. И никто не испортит ваше здоровье. Поэтому химию не в коем случае. Вопрос по спортивной питанию. Вот такой еще вопрос читатели писали. А по поводу скандального интервью с телекомпанией НТВ, когда вы в прямом эфире отказались сдавать допинг-пробу. Вы просили представить, почему вы боитесь уколов или еще как-то? Ну, о чем вы говорите. Представьте, что сейчас мы с вами беседуем. Сергей, который сейчас стоит за камерой, скажет. Александр, одну минуточку. Вы говорите, что химия – это вредно. Дайте-ка одну секундочку. Вот у меня есть игла. Дайте-ка вот сейчас я у вас кровь возьму и пойду ее проверю. А потом сам опубликую эти самые данные. Вы позволите кому-то, непонятно кому, залезть непонятно какой иглой. А потом еще непонятно где и как это проверить. То, что не вошло в ту программу. Это мои слова о том, да, бесспорно. Я сказал, друзья мои, во-первых, выключите камеру. А во-вторых, конечно. Я сказал, поедемте в ближайший АСК. Поедемте в ближайшую поликлинику. И вот там вы снова включите вашу камеру. И мы все это сделаем на камеру с нормальными докторами. С нормальной аппаратурой. Давайте это сделаем. С основными медсестрами. Конечно. Они мне сказали, да не, не, ну что вы. Давайте-ка сейчас вас уколим. Могло сказал. Нет. Сейчас непонятно чем кого. Я про то же. В том-то и дело. В том-то и дело. И поэтому, когда эта программа вышла, и когда те же самые, там, какие-то там мои завистники или еще что-то начали, там, говорят, что вот он говорит, что химию нельзя, а сам, значит, не хочет. Ну, я бы что хочу сказать. Когда я приехал в США, знаете, что меня поразило? Мне поразило, сколько культуристов ненавидят Арнольда Шварценеггера. Ну ладно. Вот у меня была такая же. Он больше первый проходится. Он кумир просто. Потому что я, когда приехал в Америку, я поселился в местечке Венеса. И хотел заниматься в Голджем Венесе. Это самый главный зал, где, собственно, все начинали качаться. И вот там я видел культуристов разного возраста, которые пытались мне рассказывать, когда поняли, что я из России, что я просто фанат Арнольда Шварценеггера. Рассказать мне какие-то там странные истории из юности Шварценеггера, еще что-то явно придуманное и прочее. Я потом понял, это зависть. Шварценеггер добился того, чего добился. А эти люди... Он же даже в интервью заявил в прямом эфире, что он действительно употреблял анаболические стероиды. Да дело не в анаболические стероиды. Дело в том, что... Да нет, дело не в этом. Тогда, еще раз, тогда были не изучены их эффекты. Тогда эти вещи легально продавались в аптеках. Это было другое время с 50-х годов. Другое дело. Посмотрите, как выглядел Шварценеггер, как выглядел сегодняшний профессионал IBB Международной Федерации бодибилдки. Вы хотите быть на них похожим? Вы хотите иметь вот такую ногу, вот такой живот? Еле ходить? Да нет, ну что вы. К чему я говорю? Я говорю, потому что... Единственное... Не-не-не, но вы-то были, может быть, из-за того, что у вас не было время спортом заниматься, а не потому, что вы, так сказать, принимали массу препаратов и насиловали свой организм. Я говорю про то, что... Не, ну конечно. Я лишний раз от гриппа и лекарства никакой не пристану. Абсолютно. Я считаю, что вещи, недостойные мужчины, это зависть. Зависть. На мой взгляд, это глупо. Потому что, поверьте, вот те люди, которые там завидуют чему-то успеху, они обкладывают сами себя. Потому что у меня-то все в порядке. Ну, так они думают не о себе, а о вас. Конечно, они пытаются жить моей жизнью, там, или жизнью Шварценеггера, еще какие-то. Этим людям нужно перестать валять дурака и взяться за свою жизнь. Да? А функционерам, каким-то там, других федераций... Давайте сфотографируемся. Давайте еще разок. Да? Ага. Тихо, у меня палец влез. Сейчас. Сейчас, что-то нервно. Все, отлично. Да. Потом в конце еще разу поставим... Да, мы с вами тоже сфотографируемся. Функционерам других федераций бодибилдинга нужно просто для себя понять, что нужно прекращать распри. Нужно добиться того, чтобы бодибилдинг стал олимпийским видом спорта. Чтобы с бодибилдинга ушел допинг. Чтобы бодибилдинга перестали пугать детей. Да? Вот. А в случае, еще раз, в случае с, так сказать, с лопыхателями. Знаете, собаки лают, а караван идет. Угу. Понятно. Так, ну мы возвращаемся к теме спортивного питания. Да. То есть очень часто путают, говорят, что протеин это синтетический белок. Вот то, что... Караван больше всего три раза в семье. Вот. Что кто вот это употребляет, что мышцы получаются ненатуральные, потому что белок как бы искусственный. Смотрите. Значит, тут две вещи. Первая. А их вроде спортивного питания продают легально даже. Смотрите. Значит, те... То, что мама боится за вас, это понятно. У меня тоже банки здоровые. У меня тоже моя мама всю мою жизнь боится. Это, собственно, понятно. Наши мамы... Это мама. Это мама. Конечно. Я думаю, так у любого нашего зрителя и читателя. Все то же самое. Мама всегда за нас переживает. Для мамы всегда малыши. Дело не в этом. Дело в том, что существует масса разрешенного спортивного питания, которое действительно продается в большинстве спортивных магазинов. Которое не нужно путать с той самой химией. Да. То есть, они действуют так же, как строят, только без вреда. Они действуют иначе. Ну, конечно. Они, конечно. Протеиновые напитки, протеиновые порошки помогают вам набирать мышечную массу. Сжигатель жира помогает вам сбрасывать ненужный вес. Агинокислоты, креатины, витамины помогают вам поддерживать тело в тонусе. Это нормально. Другое дело. Если у кого-то из зрителей, читателей, нету времени на... Это не времени. Нету денег на то, чтобы это дело сегодня купить, да? Это не должно мешать тренироваться. Все равно. Не должно. Конечно. Я вообще не знал про существование протеинов в первые годы, когда занимался культуризмом. Знаете? А когда я уже стал, так сказать, известен, у меня все равно еще не было тех денег, чтобы покупать все спортивное питание. Поважал тренироваться. Я свои 120 килограмм набрал без всяких протеинов. Понимаете? Просто надо питаться. Надо стараться больше есть. Вот и все. Вот. А какую бы вы могли, может, марку порекомендовать спортивное питание? Какая более безопасная? Видите? Да нет. Они, еще раз, все то, что имеет определенные на качестве и продается в спортивных магазинах, принимать можно. Ну, я принимал раньше. Я принимал, когда уайдер, было спортивное питание уайдер. Я принимал питание уайдер. Оно было популярно в 90-е годы. Позднее это был Twinlab. Вот. Позднее это были еще компании. Я не хотел бы делать рекламу каким-то конкретным маркам, но если есть желание, то вы можете зайти в любой спортивный магазин проконсультироваться там у специалиста. В зависимости от ваших финансовых возможностей, ваших целей там в культуризме. Я думаю, что там вам подскажут, что лучше, что хуже. Просто вот такой момент насчет магазина спортивного питания. То есть раньше были популярны жиросжигатели, содержащие эфедрин. Сейчас эфедрин проходит по 328 статье в Головного кодекса Российской Федерации. Его причисляют наркотически. Вот. И как можно после этого доверять магазину спортивного питания, что я куплю протеин, а потом какой-то из его компонентов объявят запрещенным и получится так, что я вредит своему здоровью. Как от этого расстраховаться? Ну, вам нужно знать, естественно, вам нужно знать, что разрешено, что запрещено. Вам нужно аккуратней быть с теми препаратами, которые вы собираетесь принимать, в любом случае. Вот. И как я вам уже сказал, что лучше всего просто не пропускать завтрак, обед и ужин, а также делать еще пару перекусов. Как я считаю. А протеин как выпить? Как правильную схему приема? То, что если ваша цель прибавить в мышечной массе, опять-таки надо завтракать, обедать и ужинать. В перерыв между завтраком и обедом выпивать тот самый протеиновый коктейль. И в перерыв между обедом и ужином тоже протеиновый коктейль. Два раза в день. У него прозвища Володя Каченко. Вот. Хороший прозвища. Да. Он давно занимается, тоже против стероидов и так далее. Вот. И по поводу протеина он говорил, что нужно обязательно устраивать перерывы на две недели, а то можно в больницу загреметь под капельницей и так далее. Это правда? Не знаю, в каких количествах принимал протеин ваш товарищ Володя Качок, но я не слышал, чтобы от приема протеина кто-то под капельницу. Но еще раз, надо аккуратнее. Надо аккуратнее, надо смотреть, чтобы тоже это протеин. Зачем заменить в домашних условиях? Может заменить? Да питаться нормально, как я вам сказал. Ешьте там… Ну а на что надо играть? С утра ешьте яичницу из четырех яиц. Днем съедайте пару куринок грудок. Ближе к вечеру съедайте кусок отварной рыбы. Надо записать сразу. А ладно, потом с видео запишу. Это если цель увеличить мускулатуру. Если цель сбросить, если цель сбросить. Ну чтобы добавить тонуса мускулатуре, давайте скажем так. Вам нужно делать больше кардио? Вы сколько раз в неделю входите в зал? Три где-то. Надо два. Вам нужно начинать с кардио. Вы делаете кардио? Я только по дорожке хожу. Сколько времени? По разу, по конечному стану. Ну и что значит? Ну минут 20-30. Ну значит вам нужно просто… Мне тяжело. Я начинаю задыхаться. Я весь потею. Я в лежат. А эллиптикл тренер есть в вашем зале? Лыжи? Эллипсикл. Такой лыжесиплет. Вот такой, да. Лучше переходите на него и делайте полчаса в начале тренировки. Я на него вообще не могу. Там минут 5 у меня сразу ноги все ноют. Вы ставьте маленькую нагрузку. Возмысл не в том, чтобы… Я без нагрузки. У вас ноют ноги. Да, сразу ноги устают как будто. Тут еще один момент о том, что тоже должны знать. Я по горам лазил где-то. На велосипеде, когда накатаюсь, мне тоже так же. То, что должен знать каждый ваш зритель и каждый читатель, что нужно проконсультироваться у врача, прежде чем начинать тренировки. Нужно проконсультироваться у врача. Да. И вы у врача консультировались? Ну, у нас полгода назад перед редакцией комиссии была. Кстати говоря, у меня врач тоже говорил, что пора начинать худеть. Вот. А то могут возникнуть какие-то осложнения. То есть сейчас, слава богу, как бы ничего нету. Но он говорил, что надо потому что… то есть излишний процент подкорной жировой прослойки. Что я хочу сказать? Что… У меня книга. У меня книга и вам тоже. Бенциклопедия фитнеса и физкультуры. Вы почитаете, да. И там… Потому что за десять минут объяснить вам все основы здорового возраста жизни, конечно, тяжело. Посмотрите. И думаю, что… Не, ну самое главное, вот как бы нужно есть поменьше, да? И на что налегать в питание? Чтобы похудеть? В питании? Чтобы похудеть? На фрукты, да? На овощи. На овощи. На те же самые куриные грудки. Почему нет? Просто, если, к примеру, вам нужно съедать две куриные грудки заража, чтобы накачать мускулатуру, вам надо съедать одну, чтобы поддерживать метаболизм просто. А можно как-нибудь так, чтобы вот эти там руки, к примеру, набирались, да? В животе вот здесь выходил все. Вы решили, что мы сейчас прямо устроили семинар здесь. Веб-семинар? Да, конечно, можно. Конечно, можно. Начинайте с кардио. Начинайте с кардио. Делайте там 20-30 минут кардио в начале каждой тренировки. Потом делайте там ваш комплекс упражнений, потому что вы крепкий парень. Вы явно тренируетесь. То есть пробуйте. Там делайте в начале каждой тренировки кардио, в конце каждой тренировки пресс. Там по 4 подхода подъемов ног, по 4 подхода подъемов туловища. Перед этим делайте базовые упражнения, там делайте подъемы на бисепс. Ну ничего, а если хотите большие руки, обязательно делайте, ну, у вас какие, вы наверняка же мерили руки, во сколько сейчас? Ну, при всех делах, померить-то надо, делайте, делайте, делайте пирамиду, то есть в первом подходе там 15 раз, в втором 12 раз, в третьем 10 А у вас? Тоже вы, смотрите, все в порядке у вас Зачем же вы на камеру сказали, что вы занимались месяцом? Ну, видно же, видно же, что занимаетесь не месяц Ну, актерский у вас, актерский у вас данный хороший, да? Да, конечно Спасибо, так, значит, Александр, вот, как вот, можно у вас это сам? На самом деле, тем не менее, всем вашим зрителям, ну, вы и младше меня, ну, всем вашим читателям, я порекомендовал бы мою книгу «Монциклопедия физических культур», в которой они ответы на вопросы свои могли бы найти, а также Где эту книжку, кстати, можно приобрести? Она во всех магазинах, конечно, я не знаю, как в лаке, но в магазинах она продается И еще, давайте с вами договоримся о том, что мои друзья, спортсмены Всемирной Федерации бодибилдинга будут выступать у вас и, может быть, отвечать на вопросы, которые возникли у вас, на вопросы ваших зрителей, ваших читателей Так что, может быть, договоримся так? Спасибо вам большое, что нашли время Спасибо вам Вам удачи в тренировках Вам спасибо за добрые слова Спасибо большое И привет всем читателям в Чёрке Спасибо, что смотрели Подписывайтесь на канал на Ютайбе До скорых встреч Пока И если можно, вы возьмите под контроль, чтобы никакие части этой беседы никуда там налево не уходили, ну хорошо? Привет Да, конечно То есть, только вот так Вы же, я думаю, занимаетесь серьезно, вы в курсе, так сказать, всех перепятий и интриг А, наоборот, тоже лишний скандал не нужен Что делать, не в скандалы? Мы только-только начали запускать проект Давайте, он в фальке, да? А, вот То есть, вы мне можете дать одну, а одну вам Так, слушай, а куда эта бумажка делась? Ты ее с собой взял? Все приятно Да, одна вам, одна мне Одна у меня была Просто у нас с вами есть хороший шанс запустить это, действительно, и пропагандировать там у вас подибилдинг Конечно И с ребятами будете беседовать, там и на чемпионаты к нам будете ездить Потому что мы хотим провести чемпионат Европы, следующий в Туле Достаточно близко, мы вас можем там взять с собой Слушай, а ты же вроде тульский, нет? Да, да Сергей Томашкин Давай Покажи еще раз на камеру, покажи еще раз Переплет с ноской Что ты делаешь с трудами, мистера вселенная? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА